Во сколько ли ты будешь мастером, не говоря уже о гроссмейстере? Как ты думаешь? А где ты хочешь стать чемпионом мира? По шахмату. Конечно. Дай, пожму твою будущую чемпионскую руку. Это будущий, безусловно, чемпион не только Крыма, но и... Ух ты, какой сильный. Сегодня состоится, пожалуй, одна из главных игр в судьбе крымчанина, гроссмейстера Сергея Корякина. С действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсоном, наш земляк поборется за главную шахматную корону планеты. Сейчас Сергей в Нью-Йорке, и нам удалось с ним связаться, несмотря на то, что время для спортсмена напряженное. Дорогие крымчане, спасибо вам большое за поддержку. Я очень этому рад и жду ваших сообщений в социальных сетях. Пишите мне с уважением, Сергей Корякин претендент на мировую шахматную корону. Тяга к интеллектуальным играм была замечена у Сергея в раннем детстве. В пять лет отец мальчика научил играть в шахматы. С тех пор навыки совершенствовались. Уже в школе первый учитель по шахматам заметил в Сергее будущего чемпиона. Сережа Корякин умел мыслить уже даже до школьного возраста, играя в шахматы, на 7-8 ходов уже мыслил вперед, чем его сверстники. Поэтому он отличался очень такой, знаете, будем говорить, памятью, феноменальной памятью. Столько труда было положено в свою карьеру и деятельность, что я считаю, что он должен быть победителем. В первые годы обучения в гимназии Сережа стал чемпионом мира в младшей возрастной группе, рассказывает его школьный наставник. Чем старше он становился, тем активнее прогрессировал в интеллектуальном спорте. Но, как и все остальные мальчишки, он все же любил побегать с футбольным мячиком. Мальчик был очень интересный, очень подвижный, в библиотеке тут бегал, мяч гонял. Папа не был уверен, что он будет чемпионом, но мы все тогда уже говорили, что он точно будет чемпионом мира. Интеллигентный, воспитанный мальчик, мне он очень нравился. Ну, конечно, Сереже мы желаем только победы. Это гордость нашей школы, конечно. Педагоги гимназии заметили мальчика сразу же после поступления в первый класс. Учитель шахмат, который преподавал в гимназии, он отметил его одаренность очень быстро. И из школьного увлечения это стало его довольно серьезным жизненным увлечением, потому что он пошел уже в шахматный клуб симферопольский и занимался там серьезными наставниками. Чтобы выиграл, выдержал и приехал к нам с победой. Карлсон и Корякин будут играть 12 партий с классическим контролем времени. Если случится ничья, пройдут дополнительные партии, которые выявят победителя. 30 ноября весь мир узнает имя чемпиона планеты по шахматам. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.